Наш партнер – супермаркет «Астыкжан». Установите мобильное приложение от «Астыкжана». Закажи товары на дом. Нас поддержал «Тойота Центр Кустанай», официальный дилер «Тойота» в Кустанае и Кустанайской области. «Тойота» стремится к лучшему. Добрый вечер, это «Седьмая передача» и я, ее ведущая, Евгения Артанж. В Российской Федерации, в Тульской госавтоинспекции, придумали способ, очень простой способ, как снизить ДТП с участием пешеходов. Что это за способ, расскажу после анонса. Сегодня в программе. Ответим на вопросы телезрителей. По какой полосе обязан двигаться автомобиль на трассе Кустанай-Рудный? Что делать, если автомобиль попал на дороге в яму и повредил колесо? И как выехать с улицы Дружбы на Кобланды-Батыра и не нарушить правила? Насладитесь красотой и мощью «Лексус РХ». Узнайте все преимущества автомобиля премиум-класса в рубрике «Автомагазин». Какой молочный коктейль со вкусом шоколада самый вкусный, определит народное жюри после дегустации в супермаркете «Астыгжан». В Тульской госавтоинспекции, что в России, презентовали светоотражающие полиэтиленовые пакеты. Предполагается, что они помогут сделать пешеходов в темное время суток более заметными на дороге. На пакеты нанесена светоотражающая краска, написано «Тула, засветись». И авторы этого проекта предполагают продавать такие пакеты в сетевых магазинах. Что из этого получится, приживется ли идея и действительно сможет ли оно помочь снизить аварийность, покажет время. А у нас рубрика «Юридический ликбез». Учим правила дорожного движения и соблюдаем. Вопрос от нашей телезрительницы Елены. На пересечении улиц Кобланды-Батыра и Дружбы поставили светофоры, пишет Елена. Если я выезжаю с улицы Дружбы на Кобланды-Батыра, выезжаю на зеленый сигнал светофора, а на Кобланды-Батыра горит красный, могу ли я продолжить движение при повороте налево? «Данная дорога Кобланды-Батыра имеет по три полосы для движения в данном направлении и разделительную полосу. То есть получается на данной улице две проезжих части. Одна проезжая часть в этом направлении и здесь. Поэтому здесь регулирование дорожного движения осуществляется несколько по-другому. Въезд на данный перекресток осуществляется светофор. Кстати, он выполнен горизонтально. И зеленый сигнал светофора для водителя расположен с левой стороны. Въезжаем на зеленый сигнал светофора. Но при выезде с перекрестка водитель должен регулировать свое движение другим светофором, который вот красный сигнал, он должен остановиться, потому что здесь имеется знак 533, знак стоп. То есть при выезде с данного перекрестка нужно руководствоваться каждым сигналом светофора. Красный сигнал горит, линия стоп, нужно остановиться и ждать разрешающего сигнала. Для чего я это сделал? Для того, чтобы пешеходы переходили в проезжую часть. Повторяю, что данное движение осуществляется вот только на таких улицах с разделительной полосой. На других же перекрестках, когда нет разделительной полосы, въезжая на перекресток при зеленом сигнале светофора, мы выезжаем при красном. Это пункт 13.8 ПДД РК. По Рудневской трассе патрульные автомобили ДПС останавливают автомашины и штрафуют водителей за то, что они двигаются на своих авто по левой полосе при свободной правой. Правильно ли это? Данный вопрос укладывается в раздел правил таким образом. На дорогах, где максимально разрешенная скорость разрешается более 80 км в час, также на дорогах, обозначенных знаком 5.1.5.3, магистраль и так далее, водители должны двигаться по возможности ближе к правому краю правильной части. Печально, что данный пункт правил очень часто нарушается. То есть водители при наличии свободной правой полосы занимают левую полосу. Как объясняют они свое нарушение? Тем, что якобы правая полоса разбита грузовиками, поэтому они занимают левую полосу. В чем опасность данного нарушения? Кстати, на Рудневской трассе лобовые столкновения происходили именно из-за нарушения данного пункта. То есть водители, которые двигаются не по правой полосе, а по левой полосе, допустим, в сторону Рудного и Изрудного, они заняли крайнюю левую полосу. То есть они боковой интервал сузили до пределов разделительной полосы, до 3 метров. В случае заноса или если колесо левое переднее, допустим, лопнет, водитель, значит, избежать лобового столкновения практически невозможно, что и происходило. Поэтому, двигаясь по крайней правой полосе, водители сами себя ставят в более благоприятные условия. В случае каких-то таких экстремальных ситуаций вы имеете возможность, как говорится, избежать столкновения. Ехал на своем автомобиле по трассе и попал в яму на проезжей части. В результате этого пробил колесо. Что нужно делать, сложившись с ситуацией? И реально ли возместить ущерб? Значит, в данной ситуации совет, во-первых, нужно грамотно составить схему ДТП. Вызвать дорожных полицейских, измерить вот как раз эту выбоину, в которую он попал, чтобы на схеме были указаны ее размеры. 50, 15 и 5 сантиметров. То есть вот такие габариты. Если выбоина превышает данные размеры, то уже лица ответственных за данный участок дорогу несут ответственность. Еще совет такой. Сфотографировать данное препятствие. Фотографии должны быть таким образом, чтобы была мерная линейка, чтобы можно было ее конкретные размеры. Потом, значит, судья доказывает. В таких случаях, очень, конечно, это трудоемкое дело. Но если имеется грамотно составленная схема со всеми доказательствами и опытный адвокат, то решить проблему в пользу вполне возможно. Кропотливо, но, значит, вполне реально. К 20-летию столицы в Астане к 1 июля 2018 года обещают построить пешеходный мост через реку Есиль. Длина моста составит более 313 метров, а ширина 10,5 метров. Пешеходный мост будет включать в себя полосу для пешеходов, трехметровую велодорожку и полосу безопасности. Как говорят в Управлении автомобильных дорог Астаны, это транспортное сооружение станет поистине уникальным, причем не только в столице, но и в странах ближнего зарубежья. Уверена, после постройки этого моста полюбоваться уникальным сооружением съедется масса туристов. Ну а пока, в ожидании этого события, я предлагаю полюбоваться и насладиться красотой другого плана – мощь и грация автомобиля Lexus RX в нашем следующем сюжете. Условия жизни в современном городе требуют новых решений в автомобильной индустрии. Сегодня владельцу автомобиля важны такие составляющие комфорта, как стиль, функциональность и надежность. Потому что автомобиль – это уже не просто средство передвижения, но и способ выразить свою индивидуальность. Следуя современным тенденциям, компания Toyota предоставляет возможность полностью выразить свой характер в новом, динамичном и функциональном кроссовере – Lexus RX. Lexus RX – это роскошный кроссовер, в котором смелый дизайн сочетается с изысканной утонченностью и передовыми технологиями. В похожих на бриллианты светодиодных фарах с тремя линзами L-образной формы используется один и тот же светодиодный источник для дальнего и ближнего света. Уникальность световой оптики подчеркивают светодиодные дневные ходовые огни в фирменном стиле Lexus. В салоне RX внимание привлекает уникальная центральная консоль, которая создавалась опытнейшими мастерами. Сначала на деревянную отделку наносили затейливый рисунок, используя для этого лазерную гравировку, а затем вручную полировали ее до ярчайшего блеска. Пассажиров на заднем сидении порадует объем пространства для ног и над головой, а также возможность полностью расслабиться в роскошных кожаных креслах и насладиться уникальным звучанием аудиосистемы Mark Levinson, в состав которой входит 15 динамиков. Управлять различными системами автомобиля можно через цветной дисплей диагональю 12,3 дюйма как с помощью голосового управления, так и с помощью джойстика Remote Touch. Разделение экрана на несколько зон позволяет работать с различными типами информации, например, искать точку на карте, либо выбирать музыкальную композицию. Новый RX дарит захватывающий опыт вождения. По управляемости он скорее напоминает седан премиум-класса, нежели крупный кроссовер. Такая впечатляющая динамика объясняется целым рядом изменений, которые внесли инженеры практически в каждой области. RX предлагается в следующих версиях. RX 200T с бензиновым турбированным двигателем, RX 350 с бензиновым двигателем V6 и RX 450H с гибридным приводом. Все модели доводились до совершенства в процессе испытаний на протяжении многих сотен тысяч километров. Lexus RX – один из самых безопасных автомобилей в своем классе. Подтверждением этому служит оценка в 5 звезд, присвоенная по результатам престижных испытаний Euro NCAP в 2015 году. В категории «Безопасность пешеходов» автомобиль получил самую высокую оценку среди всех крупных кроссоверов, которые когда-либо участвовали в тестировании. Главный инженер проекта Lexus RX, Takayuki Katsuda, выразил характер нового кроссовера такими словами. С помощью Lexus RX мы раздвигаем границы смелого дизайна и укрепляем новаторские ценности предыдущих поколений Lexus. А знаете ли вы, как на свет появился молочный коктейль? Произошло это в Англии в 1885 году. Именно там придумали смешивать молоко, бренди и яйца. Этот напиток так понравился американцам, что они начали изготавливать его в огромных емкостях и продавать на праздниках. В разряд сладких молочных десертов этот коктейль перекочевал лишь в конце 19 века, когда вместо дорогостоящего виски в этот напиток стали добавлять сироп и мороженое. Молочный коктейль со вкусом шоколада – герой нашей традиционной дегустации. С мобильным приложением «Астыгжан» вы можете совершать покупки, находясь где угодно и когда удобно. Мы доставим заказ вовремя в любую точку города. Теперь вы точно не пропустите наши акции и самые выгодные цены. Все ваши чеки сохраняются, а бонусная карта всегда под рукой. Скачайте мобильное приложение «Астыгжан» прямо сейчас. Ощутите новый уровень комфорта. Молочный коктейль. Знаете такой? Ну, вообще-то слышал. Слышали, но сами никогда не пили, не пробовали? Нет, может быть и пил, но не особо этим балуюсь. Не любите? Не люблю. Просто молоко не пьем. Считаете полезным продуктом или нет? Нет. Нет. Почему? Потому что молоко не полезно само по себе. Молочный коктейль. Да. Любите? Нет, внуком берем. Внуком? А с каким вкусом предпочитаете? Я не пробовал ни разу внуки. Считаете полезным продукт этот? Да. А в чем польза? Ну, детям нравится, внукам нравится, значит, полезно. Не часто мы покупаем. Ну, покупаете, не сами делаете. Считаете, покупной он похож на домашний молочный коктейль? Ну, как бы да. Как относитесь к такому продукту молочный коктейль? Нормально. Вы его сами делаете или предпочитаете покупать в магазине? Ну, чаще всего я, наверное, покупаю, да. Чего сама делаю. Вы считаете одинаково полезным, что домашний кусок, что в магазине? Ну, вообще домашний, конечно, полезнее. То есть в натуральных продуктах уже знаешь, что ты туда ложишь, что наливаешь. А что делают где-то в магазинах, естественно, не видишь. Молочный коктейль я люблю. А вы с каким вкусом предпочитаете? Ну, наверное, подмечный. Многие опрошенные нами кустанайцы достаточно скептически относятся к молочным коктейлям. Любители этого лакомства предпочтения отдают напитку домашнего приготовления. А между тем молочный коктейль уже давно выпускают молочные заводы и комбинаты. Разнообразие вкусов, удобная упаковка и экономия времени – главные достоинства коктейля, который можно купить в магазине. На полках супермаркета «Астыкжан» мы нашли молочные напитки у четырех компаний-производителей, вкус и качество которых традиционно оценит народное жюри. На дегустационном столе молочный коктейль со вкусом шоколада. Номер один – бэби-бомба напиток компании «Раймбек Агра» Казахстан. Номер два – коктейль «Шоколадная фантазия» бренда «Смешарики Россия». Под номером три в конкурсе принимает участие торговая марка «Майо» от компании «Космис Костанай». И номер четыре – коктейль «Чудо» от производителя «Вимбельдан». Дегустацию объявляю открытой. По вкусу вроде сладкое, нормально, но чуть-чуть чувствуется порошок, что ли, такое. Номер один. А вы вообще любите молочный коктейль? Да, обожаю. Этот более вкуснее, более ярко выражен. Молочный по вкусу более ярко выражен. Номер три. Ну, что-то схожее с первым. Не очень понравилось. А для вас вот самое важное в коктейле что должно быть? Чтобы все было приближено, хотя бы более естественные, натуральные какие-то добавки. Чтобы безвредным было для детей. Номер четыре. Более густой. Немного вызывать подозрения. Да. То есть, ну густой, ну может быть там сливок больше, из-за жирности. Нет, ну, по первому взгляду, тоже, не знаю, не внушать доверия. Думаете, там много химических добавок? Да, скорее всего. Ну, первое, мое впечатление. Какого больше всех вам понравилось из четырех? Да, вот и второй. Номер два. Почему? Да, номер два. Намного вкуснее, слаще. Более ярко выраженные, естественные какие-то добавки. Возможно, это из цельного молока. А остальные, показалось, что больше порошка. Какой больше всех понравился? Четвертый. Почему? Потому что он самый вкусный. Номер четыре. Ну, это погуще. Как-то, но... Какой больше всех понравился? Нам второй. Номер два. Почему? Потому что он как-то... Ну, не знаю. Какой-то у него вкусный. Обычный, чем вот эти. Как вам номер один? Ну, непонятно, что. Это номер два? Ну, это вкуснее, чем вот тот. Слаще. Номер три? Четвертый какой-то вообще безвкусный. Как номер четыре? Грустый, он какой-то невкусный, как желе. Какой больше всех понравился? Второй. Почему? Он слаще, как бы, вкуснее намного, чем остальные. Номер один. Какой-то один. Вязкий по вкусу. Запах какао, конечно, маловато. На шоколадном коктейле. Номер два сладше, чем первый. Ну, и более-менее присутствует, да, вкус какао. Номер три, почти такой, как номер два. Тоже ярко выраженный вкус шоколада. И сладко, вкус как молока, например, я еще нигде не почувствовала. У меня перебивает вкус шоколада. Ну, вы дома делаете часто коктейли? Вот этот вот, да. Тут что-то даже вкус сливок. Да. А этот, да, я вам скажу. Номер четыре. Номер четыре, да. Какой больше всех понравился из четырех? Ну, как для коктейля лучше четыре. Номер четыре вкусный? Да. А? Пробуй номер три. Как тебе номер три? Так, спит. Какой тебе больше всех понравился? Два. Четырех? Два. Мне понравился, наверное, больше номер четыре. Номер четыре, а почему? Ну, он более жирный какой-то, а те, как молоко, просто. Спасибо. Вот, наверное, вот этот второй, наверное, за него проголосуем. Почему? Ну, так же вкусы более натуральные, и, к меру сладости в нем немало почувствовалось. Как оказалось, вкусы кустанайцев относительно молочных коктейлей очень разнятся. Кто-то ищет в напитке вкус натурального молока, кто-то хорошую жирность и густоту, а кто-то сладость и насыщенный вкус шоколада. Сегодня два конкурсанта на протяжении всей дегустации вели равный счет голосов. И лишь на последних минутах с небольшим отрывом от конкурента победу одержал молочный коктейль под номером два. Молочный коктейль «Шоколадная фантазия» бренда «Смешарики» сегодняшний фаворит. Поздравляем, производителя! Ну вот, кажется, и все. Увидимся с вами ровно через неделю на телеканале «АЛАУ». Вопросы в юридический ликбез присылайте в соцсети ВКонтакте и Одноклассники группа «Седьмая передача». Мы обязательно на них ответим. Ну а все выпуски нашей программы вы можете найти на сайте «АЛАУ.КИЗ» и в Ютьюбе. И пусть все дороги покоряются вам. Пока! Наш партнер – супермаркет «Астыкжан». Установите мобильное приложение от «Астыкжана». Закажи товары на дом. Нас поддержал «Тойота Центр Кустанай». Официальный дилер «Тойота» в Кустанае и Кустанайской области. «Тойота» стремится к лучшему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова